Здравствуйте, с вами Поли. Сегодня я вам расскажу о щепанном конкурсе для художников. Если тема конкурсов для художников вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Если мое видео вам интересно и полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поделиться этим видео, ссылочкой на видео со своими знакомыми художниками. Возможно, они тоже захотят поучаствовать в этом конкурсе. Как обычно, ссылочка на информацию о конкурсе, где можно поучаствовать и почитать полные правила, находится под этим видео. Это конкурс, посвященный домашним питомцам, домашним животным, самым разным. Там могут быть использованы в работах любые материалы. Но конкурс с платным участием. Это конкурс от сети художников Artists Network. Раннее бронирование до 19 декабря 2023 года стоимость стоит 35 долларов, а членам сети художников 25 долларов. Окончательный срок до 30 января 2024 года и стоимость 40 долларов для членов сети художников 30 долларов. Какие же там будут призы для победителей? Первое место 1500 долларов наличными, второе место 500 долларов наличными. Также будет 15 почетных упоминаний, подарочная карта на 50 долларов. И 19 человек получат бесплатное членство на один год. Вообще, членство в сети художников стоит 100 долларов. И также эти 19 человек получат цифровой значок победителя. То есть, его можно будет показывать в разных арт-галереях, указывать в портфолио. Это все для престижа, для продвижения художника. О себе могу сказать, что у меня, к сожалению, нет домашних животных. У меня их не хочет терпеть возле себя муж. У меня муж очень чистоплотный. И он вообще не хочет никого. То есть, никакое даже маленькое животное, даже хомячка или там кого-то. Ну, я хомячка как бы и сама не хочу. Я просто так говорю, что никого у нас дома не хотят, в общем-то, терпеть. И уж тем более заводить. Я бы, конечно, завела домашнее животное. У меня раньше были коты. Вот. У меня, кстати, хомяк был. Марфа была у меня. Хомячиха. Она вообще сначала лап упала мало, упала у меня с плеча. Она еще маленькая была. Потом, к сожалению, на нее наступили там. И тоже травмировали кто-то из взрослых. Потом она под стиральную машинку тоже как-то залезла неудачно. Ее доставали. В общем, недолго она у нас, к сожалению, прожила. И больше я хомяков не заводила. Ну, после стиральной машинки она еще прожила, но потом умерла. Вот. Такая вот история. Кот у меня оказался более живучим. Прожил 15 лет. Вот. А до этого тоже был кот Кузя. Но он умер. У него была болезнь. Что-то похожее на чумку. Ну, в общем, к сожалению, прожил недолго. За вторым котом уже следили очень тщательно. И чуть что поили его коньяком. Так что у меня кот был приучен к коньяку и с удовольствием его потом употреблял. Пишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас домашние животные, домашние питомцы. И что вы думаете об этом конкурсе. Будете ли вы в нем участвовать. Я себе могу сказать, что я животных рисую очень мало. Почему-то мне больше нравится рисовать людей, хотя животных люблю больше, чем людей, честно скажу. Но как-то тянет почему-то рисовать людей. Не знаю, почему. К животным у меня особенно такое трепетное отношение. И я как-то больше волнуюсь, когда что-то у меня не получается, когда рисую животного. С людьми как-то все проще. Получилось, не получилось, ничего страшного. Так что у животных я реально рисую мало. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поли. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Нажимайте колокольчик. Ставьте лайки. Всем пока.